Уже в это воскресенье по всей стране пройдет единый день голосования. В Ненецком округе будут выбирать депутата в региональный парламент, депутатские корпуса в городском совете и совете Заполярного района. Также в ряде поселений состоятся выборы глав и народных избранников. Сегодня в окружном избиркоме состоялась пресс-конференция по готовности региона к единому дню голосования. Ольга Русул с подробностями. Все избирательные комиссии к предстоящим выборам готовы, сообщил СМИ, председатель окружного избиркома Георгий Попов. В организации проведения выборов на территорию региона задействована избирательная комиссия Ненецкого автономного округа, территориальная избирательная комиссия Наринмарского городского округа, муниципальная избирательная комиссия Заполярного района, муниципальная избирательная комиссия сельских поселений, 55 участковых избирательных комиссий. Общее количество зарегистрированных кандидатов на всех уровнях выборов 174 человека. Отказов было мало. Были также обжалования решений, в частности, территориальной избирательной комиссии Наринмарского городского округа в суд. Было два обращения от двух кандидатов, шедших на выборы в порядке самого движения. Но судебная инстанция подтвердила правоту территориальной избирательной комиссии, в том числе и в кассационной инстанции. С 28 августа стартовало досрочное голосование на муниципальных выборах. Для избирателей, которые в день голосования не смогут прибыть на свой избирательный участок. Из них 88 избирателей, проголосовавших досрочно, это жители трех малых населенных пунктов, где избирательные участки не образованы. Это деревня Мгла, поселок Варнак и деревня Устье. Также из этого общего количества 270, более 170 человек проголосовали. Это избиратели, которые находятся в труднодоступных и удаленных местностях на территории Заполярного района. В основном это оленеводы и чумработницы. В целом по округу досрочно проголосовали 517 избирателей или немногим более полутора процентов. Досрочное голосование избирателей, находящихся в труднодоступных и удаленных местностях, еще продолжается. На выборах будут работать 60 наблюдателей от политических партий, зарегистрированных кандидатов и региональной общественной палаты. На трех избирательных участках номер 48, 50 и 53 будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней. На этих же участках и на участке номер 55 будет вестись видеонаблюдение. «Избирательные участки у нас откроются с 8 утра и будут работать до 8 вечера, в отличие от прошлого года, когда избирательные участки работали до 10 вечера. Это было связано с тем, что были совмещенные выборы депутатов округа и депутатов Архангельско-областного собрания. По их закону избирательные участки должны были работать до 10. Соответственно, тогда мы синхронизировали два наших закона и работали до 10. Сейчас по нашему закону 112 ОЗ и по также закону номер 93 ОЗ наши избирательные участки работают до 8 вечера». Протоколы об итогах голосования на избирательных участках, расположенных на территории города и поселка Искателей, будут изготавливаться с машиночитаемым кодом – технология QR-кодирования. Предварительные итоги голосования станут известны после подсчета уже утром 9 сентября. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.